30 апреля в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне. За одним столом собрались прокурорские работники, их дети, а также ветераны прокуратуры, участники Великой Отечественной – Леонид Яковлевич Драбкин, Рувим Соломонович Куренец, Николай Михайлович Красильников. Все трое когда-то пришли на прокурорскую работу с фронта, а ныне проживают в Екатеринбурге. От имени заместителя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева ветеранам были вручены почетные адреса. С поздравлением к ним обратился начальник управления Генеральной прокуратуры Сергей Филипенко. Сегодня очень яркий, солнечный, теплый, погожий день в преддверии Великого праздника 9 мая. Этот день уже по традиции стал днем памяти о погибших, о живых, тех, кто находится рядом с нами, тех, кого мы чествуем, отдаем дань и долг уважения за ваш подвиг как в военную войну, так и в послевоенные годы. Я от себя лично хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы сейчас здесь с нами, нашли время, уделили внимание нам, нашим детям, и мы безумно и безмерно счастливы той возможности общаться с вами. Я еще раз хочу сказать вам большое-большое спасибо. К сожалению, у меня лично нет в живых ни моего, ни деда, ни одного, ни другого. Оба участники Великой Отечественной войны. Один закончил войну в 45-м году в городе Вене. И говоря спасибо вам, я говорю спасибо им в том числе. Силами работников прокуратуры и их детей был организован концерт. Звучали песни и стихи поэтов-фронтовиков. Была организована выставка детских работ. Подобные встречи в управлении Генеральной прокуратуры – одна из давних традиций. Особенно я счастлив, что присутствуют дети. Это наше и ваше будущее. И я уверен, что они произойдут и нас, и вас в служении нашей Великой Родине. Дорогие друзья, я счастлив еще и потому, что сегодня, 30 апреля, это величайший день, не уступающий дню победы. В этот день ударные части 1-го Белорусского фронта взяли с боем Рейстаг и водрузили знамя победы. Леонид Яковлевич рассказал, что его весна победы застала на Одере, где располагался аэродром Подскока. Когда наши самолеты бомбили Берлин, то там они садились, чтобы заправиться и загрузиться бомбами. Леонид Яковлевич также пишет стихи, в том числе, конечно, и о войне. Когда выносят победы знамя, я снова слышу «Москва за нами!» Я снова вижу победным маршем войска на Одер выводит маршал, а наши танки в обход Берлина к Потсдаму рвутся сквозь рвы и мины. И в бой последний идут солдаты, в упор стреляя из автоматов. В боях суровых друзей теряли, свою столицу мы отстояли. От стен кремлевских до стен листага врага гробили под красным стягом. Святыня наша, победы знамя, ты в нашем сердце навеки с нами, как символ счастья, как символ жизни для всех народов моей отчизны. Я уверен, что этот символ останется на века, пока существует Россия, пока существуют поколения, пришедшие нам на смену.